Добрый день! Телерадиоканал Страна ФМ продолжает свою работу. Никита Некрасов, Лиза Калинина в студии. И сейчас наша рубрика, которая уже является постоянной наукой и технологией. К нам приходят великолепные эксперты и гости. И сегодня я прям с радостью хочу представить человека, который нам расскажет и откроет секреты, Никита. Я тебе уверяю. Хорошо. Я в предвкушении. Я уже опытная, да. В гостях у нас сегодня эксперт-профайлер, полиграфолог, президент научно-исследовательского центра корпоративной безопасности Анна Кулика. Анна, здравствуйте. Просим любить Анну и жаловать, если у вас Канни в процессе эфира, в процессе нынешнего часа, потому что в течение часа мы с Анной будем общаться. Если у вас появятся вопросы, то в нашей группе Страна ФМ ВКонтакте уже есть специальная тема. Заходите, пожалуйста, вступайте в группу и свои вопросы задавайте, а мы будем наши гости их переадресовывать. Да. Анна, как вы? Я рада вас видеть. Отлично, я тоже. Давно не виделись. Да. Мы хотим ознакомить наших зрителей и слушателей, в принципе, с вашей работой. И я такую вводную кину удочку, что очень много сфер, где вы помогаете людям. Вы работаете и с органами безопасности, вы преподаете, в частности, МГИМО, как-то помогаете и бизнесу. Вы очень хорошо разбираетесь в людях, да? Это основная ваша, скажем так, работа. И сейчас, почему мы вас пригласили, такой информационный повод, разработана экспертиза, когда вы создаете модель и даже можете думать, как человек, например, который совершил преступление. Да. Думать как преступник – это основная наша деятельность. Думать как преступник. Но здесь преступник может быть не только преступником. Тут вообще, в принципе... Как вор, как... да, в принципе, и как приходящий соискатель на работу. А-а-а, вон, куда можно даже. Вы можете поделиться какой-то информацией, или она сугубо секретная? Как это делать? И можно ли этому научиться? Если она будет секретной, я об этом скажу. Хорошо. Я покажу знаками, и все будет понятно. На это телевидение нас снимает, так что все будет видно. Можно подмигивать. Да. Ну, вот давайте с азов. Вот как это происходит, воссоздание поведения человека? Ну, во-первых, здесь люди разные. Во-первых, наша главная задача – понять. У нас есть вообще возможность информацию найти о человеке, которого мы с вами будем прогнозировать. Потому что если это берем бизнес-формат, профайлинг, я немножко скажу, что такое профайлинг, чтобы для некоторых не оказалось это иностранным странным словом. Профайлинг – это сбор практических методик, которые позволяют читать людей, прогнозировать их поведение, анализировать мимику, жестикуляцию, ну и в том числе, знаете, как побочное – определять врет, не врет. Вот. Поэтому одно дело – мы с вами прогнозируем поведение того человека, который у нас есть. Либо вот мы встретились и видим его. Либо мы собрали информацию о нем из соцсетей. Бывает такое сейчас вообще огромное количество информации. Сейчас, по-моему, мне кажется, это прямо на государственном уровне хотят ввести. Ну, во многих банках, ну, давайте так, по секрету вам скажу, на самом деле все службы безопасности, все HR-ы всегда, когда подбирают себе потенциального кандидата на должности, всегда смотрят и залезают в соцсети. Поэтому у меня все странички закрыты. Ты ведущий. И что? И это не проблема. Черт! И таким образом, собрав информацию, вы, уже обладая своими знаниями, можете воссоздать мотивы, да, понять мотивы человека к какому-то действию. Мотивы, во-первых, к чему он склонен. Потому что бывают ситуации, когда, вот, если берем область экспертиз, это обычно по уголовным делам, там, не кандидатов-соискателей, а уже так называемых нехороших, злодеев мы ищем. Поэтому есть ряд случаев, когда мы, анализируя самого человека, составляя так называемый психологический портрет, профиль, мы понимали, что человек просто не склонен к совершению данного типа преступления. То есть это невозможно. Ну вот настолько мала вероятность, что человек, а в основном работаем по особо тяжким статьям, именно тогда нужно привлечение профайлера, когда нужно разобраться, кто вдохновитель, кто исполнитель, почему так случилось. Здесь нужно анализировать и саму жертву, потому что во многом порой это основной-основной ключ к тому, что произошло вообще на месте преступления. И бывают такие ситуации, вот, допустим, одно из дел было, не буду называть ни фамилий, ни деталей, но когда мы понимаем, что найден труп, и определенная субмедэкспертиза, мы всегда ее изучаем, показывает, что человека просто аккуратненько, деликатненько придушили. И никаких, никаких ни следов... Воспитанных убийцей, что, сразу же... Мило так, спокойно, вот, повседневно... По обоюдному согласию практически. Вот, никаких следов, знаете, там, побоев, насильственных каких-то, экстремальных нанесений ударов вообще нет. Ну, так тихо, мирненько. Вот. И то лицо, которое стало подозреваемым, в последующем и обвиняемым, мы понимаем, что вот если бы он убивал, то вот так аккуратненько, мягенько, на мягких лапочках ничего бы не случилось. То есть там бы были действительно побои. То есть каждый человек в различных эмоциональных состояниях склонен к определенному поведению. И наша задача максимально, то есть рассмотреть ветвь, если человек находится в этой ситуации, вот среди такого контекста событий, с этим человеком, то как он себя поведет. Причем этот алгоритм, он работает и для экспертиз по уголовным делам, и по коммерческим каким-то расследованиям корпоративным. Ну, и вплоть даже, когда приходит соискатель на топовую должность, есть ряд компаний, которые обращаются, когда велика цена ошибки, когда человек выйдет на свою должностные обязанности. И важно подобрать, чтобы он подходил к компании. Вот есть огромное количество компаний, и у каждой из них есть свой эмоциональный профиль. Ну, знаете, сейчас модная миссия, политика, компания, тиспообраз. И есть огромное количество шикарных профессионалов именно с точки зрения опыта и профессии, но вот на личностном уровне они вот, ну, никак не помогут. Анна, давайте ненадолго прервемся, давайте проанализируем, как себя ведет Артур Пирожков в своем видео. Прямо сейчас посмотрим и все про Артура расскажем. Выдадим, а тут портрет человеческий. Да, вот. И сразу после этой песни замечательной «Либо любовь, либо секс» вернемся. В контакте «Страна и фэмс» задавайте свои вопросы. Оставайтесь с нами. Добрый день, дорогие друзья. В эфире телерадиоканал «Страна и фэмс». Лиза Калинин, Никита Некрасов. И у нас, как обычно в это время, либо новости науки и техники, но что интереснее, наша рубрика «Наука и технологии», в которую у нас приходят замечательные гости. Сегодня этим гостем является Анна Кулик, эксперт-профайлер, полиграфолог, президент научно-исследовательского центра корпоративной безопасности. Общаемся на тему касательно определения личности, различных аспектов и так далее. И вот мы вас просили задавать вопросы свои, если они у вас имеются, конечно. И пришел вопрос. Это достаточно резонно, он у меня тоже был для вас припасен, Анна. А если человек очень развит в плане психологии и умеет сдерживать свои эмоции в зависимости от ситуации, но он совершил преступление, как вы определите, что это все-таки он? Вот как раз такие же нам достаются больше всего. Люди обученные, прокаченные. Танюшка просто шепс пытается свое будущее, видимо, определить. Да, да, да. Вот. Поясню. Дело в том, что не по одному каналу определяется человек, как он скрывает, обманывает или нет. Вообще всего пять каналов определения, ну давайте так, врет или не врет. А если нам нужно раскачать преступника, мошенника, нам нужно определить, обманывает у нас или нет. И пять каналов. Первый – это вегетативно-нервная система. Очень сложный канал, очень сложно его глазом отследить. Это покраснение, дыхание. Это вот то, что вы называли у меня полиграфолог. Это вот как раз к детектору лжи. Это вот этот приборчик, ориентируется на этот канал. Но, тем не менее, мы в беседе можем с вами наблюдать, человек часто ли облизывает губы, потому что когда мы нервничаем, у нас пересыхает во рту. Это нормально. Ни в коем случае это не признак лжи, но тем не менее… Волнение. И наша задача потом дальше копать. А почему? Различные покраснения, побледнения. Единственное, что у этого канала в чем большая такая минус в том, что он очень зависим от внешних обстоятельств, температура, здоровье. Вот, да, да. Вот. А основными каналами, такими фундаментальными для чтения людей, является мимика. Мимика и жесты. Именно мимика и жесты, насколько я понимаю, как раз в этих случаях помогают. И более того, человек может себя контролировать, одеть покерфейс. И наоборот, это очень подозрительно, честно. Когда вы задаете обычный нейтральный вопрос про погоду, «Как дела?» Отлично. Нормально. Вот сразу возникает, знаете, такое маленькое подозрение, что-то не то. Ну да. Что-то не то. Видимо, что-то случилось. Дальше, даже если человек высокоподготовленный, держать все каналы, а это мимика, жесты, вегетативно-нервная система, это не тянуться за водой, чтобы попить водички, потому что пересыхает. Это различные поведенческие особенности, потому что у каждого человека, несмотря на богатый опыт, есть своего рода базовая линия поведения. Вот так вот он себя ведет. И мы, если понимаем, что происходит смена сначала беседы и дальше, по продолжительности, допустим, он, отвечая на простые вопросы, был такой весь сдержанный, милый, деликатный, а потом вдруг сутулился, скукожился и такой весь... Для нас это реакция. Дальше нужно разбираться, почему. И пять каналов, включая речь, речь вообще самый лживый канал, мы обманываем именно речью, сдерживать очень сложно. Вот вы, наверное, слышали исторический такой персонаж Юлий Цезарь. Он сколько каналов мог держать? Сколько действий одновременно производить? Мне кажется, Юлий Цезарь был мифическим суперменом. Три действия. Три, три, да. Вот если наши телезрители и наши слушатели попробуют, вот как-нибудь встаньте возле фрипчарта на одну ногу, попробуйте рассказывать стихотворение, там, стукать себя по голове, одновременно, да, там, по животу круговыми движениями и рисовать цветочек. Вот посмотрим, получится это или нет. Упрощенный вариант, но то же самое происходит и с человеком, которого вы смотрите, отвечает он вам на вопросы, либо что-то рассказывает. И вот очень сложно держать и контролировать все. Обычно люди выбирают там парочку каналов, которые сдерживают. Но если вы используете провокацию, сначала безопасный образ. Вот вначале я слышала, когда была в гримёрке, вы рассказывали про мужские профессии. Да, да, да. Вот мне везёт, у меня мужская профессия. Но в этом плюс, потому что женщина в мужской профессии, она сразу выглядит так безопасно. Конечно. Так невинно. Поэтому они расслабляются. И аккуратно можно анализировать все каналы. Ты понимаешь, что к нам пришёл шпион из голливудских. Конечно, нам уже об этом пишут. Повеяло голливудскими нотками. В реке найден труп молодой девушки. Местная полиция и власти в растерянности. Из центра приезжает девушка-профайлер. Кто сможет докопаться до истины? И страшная музыка, как в трейлере. Пишет Альберт. Спасибо, Альберт. Спасибо, да. Анна, вот скажите, вы же ещё преподаваете студентам. Да. И взрослым людям тоже. Ну да, вот мне просто интересно студентам, а детям вообще можно эти навыки передать? Или это рановато? Рановато и не нужно. Рановато. Рановато почему? Потому что вообще эти знания, они очень специфичны. Я объясню чем. Потому что у каждой медали есть две стороны. И одно дело, когда вы эти знания, прогнозирование поведения, антиманипуляции, снижение конфликта, определение врет-не врет, вы используете во благо, как щит, как защиту. А другое дело, научившись этому, можно же использовать их и в обратную сторону. Естественно. И детям, которые ещё до сознательного возраста, до совершеннолетия не дошли, не окрепли, то очень опасно давать такие навыки. Мне кажется, тут даже совершеннолетие ни при чём. Вот правильно хотят наши власти ввести продажу алкоголя с 21 года. Потому что 18 лет, мне кажется, это ещё не тот возраст, когда ну совсем уравновесился человек. Поэтому попозже. Мы продолжим совсем скоро. Давайте ДДТ послушаем и вернёмся. Оставайтесь. Первый и единственный в России. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Телерадиоканал «Страна-ФМ», рубрика «Наука и технологии». Лиза Калинин, Никита Некрасов в эфире. Но мы сейчас здесь не главные, а главные наши гости. Анна Кулик, эксперт-профайлер, полиграфолог, президент научно-исследовательского центра корпоративной безопасности. Общаемся на самые интересные темы. Если вас вдруг что-то заинтересует, пишите, пожалуйста, в группу «Страна-ФМ» ВКонтакте. Кстати, вас уже благодарят за столь развернутый ответ. И Танюшка, которая задавала вопрос о скрывающемся человеке, говорит, возьму на заметку. У меня тоже вопрос. Анна, смотрите, а если ты, допустим, уже в жизни распознал, что тебе врут, хитрят как-то, ну вот юлят, ты это всё сечёшь. Вот как с этим быть? Ну ты не можешь ничего сделать. Ты можешь какие-то приёмы применить? Вы нам можете что-то посоветовать? Ну, во-первых, давайте так. Чтобы человек, который расслабился. Несмотря на то, что я являюсь представителем той профессии, которая вроде как ищет правду и истину, я никогда не выйду с транспарантами, говоря о том, что давайте ложь, долой ложь. Да, не всегда это надо, да? Ну вот, да, потому что вот мы бы многое потеряли, если бы не было лжи и многих. Поэтому, если вы понимаете, что среди вашего окружения есть люди, которые вот так вот прям с радостью, потирая ручки, вас обманывают, подставляют и так далее, то самый простой, не профайлерский, а просто жизненный человеческий совет. Бейте! Ну и ещё. Устраняйте этих людей. Лучше, да, убирайте это от окружения, потому что, ну, давайте так, если человек получает удовольствие от того, что делает плохо другому человеку, это, ну, вот, исходя из опыта, это не лечится. Потому что отсюда возникает потом всё больше и больше и зависти, и обиды со стороны человека обманывающего, потому что почему люди в основном обманывают? А мы все с вами что-то скрываем. Ну да. Юлим. Ну вот это нормально. Если скрыл что-то, то что же ложь уже? Да. Есть две формы лжи. Искажение и умолчание. Искажение – это когда я не только не рассказала правду, но и что-то такое придумала, да? А умолчание – это такая наименее энергозатратная штука. Меня не спросили, я не сказал. Ну и ладненько. Вот. Но, к сожалению, именно на вас, как верификатора, то есть анализера лжи, накладывается ответственность. Вы не спросили, вы виноваты. Потому что многие люди, знаете, умеют обобщенными фразами разговаривать. Ну да. И вот мы с вами получили проект очень замечательный, эффективный. Мы классно командой поработали, достигли больших высот. Какую формулировку я сейчас сказала? Никакой. Никакой. Так? Ладно, я промолчу, кто-то говорит. К каждому из слов можно так прикопаться, чтобы вычленить, что есть правда. И более того, если вы будете вот так каждому обобщенному фразочке прикапываться вопросами детальными, у вас может оказаться, что никакого проекта-то и не было, никакой команды нет. И денег-то и нет на проект. И денег нет, да. То есть вы вот так вот сбоку припевали. Но это может быть не один человек, который обладает такими знаниями. У меня в институте была такая замечательная дисциплина под названием спич-райтерство. Вот. И приходил гостевой педагог, скажем так, преподаватель, которая является спич-райтером Владимира Вольфовича Жириновского. Ух ты. Она возглавляет более того, эту команду, по крайней мере, раньше возглавляла. И вот она нам в красках рассказывала, сколько людей пишут для Владимира Вольфовича, чтобы он говорил так, как он говорит. То есть это не разово вот он встал и рассказал. Любовик Стронт — это подготовленная штука. Конечно, конечно. Да, это точно. Вот, так что все серьезно. А вот скажите, пожалуйста, вот когда вы сейчас преподаете, допустим, людям, вообще с этим никогда не сталкиваемся раньше, вот человек должен быть психологически зрелым сам? Да. То есть мне кажется, вот смысл этому обучаться, если ты сам больной. Психологически в смысле. Лиз, все-таки с ним сорвалась. Хорошо, не здоровая психически, но не уравновешивая, но у тебя психика нестабильная. Она больнейшая, у меня не сказала, это только Лиза сказала. Куда тебе вот эти еще знания применять? Потому что, во-первых, даже для самого человека это опасно, потому что, ну давайте так, не надо в человеке незрелом психологическом еще выращивать паранойю, потому что он нахватался. И если ты хочешь найти ложь в человеке, ты всегда ее найдешь. Ты прикопаешься, посмотришь, начитаешься еще. Мне кажется, у вас есть мнительность у таких людей. Мнительность, тревожность, не побоюсь этого слова паранойя, что все вокруг врут. К нам один мужчина пришел и сказал, я хочу научиться этому, чтобы меня не обманывали. Единственное, что я сказала, простите, это не к нам, потому что если вы научитесь, то вас не перестанут обманывать, еще больней будет, потому что еще больше видеть начнете. Поэтому вот здесь психологически очень важно. И первое, что психологически, а второе, куда он применять будет эти навыки? Ну да, для чего это? А кого-то удается отговорить от обучения. Да, очень много. Приходят люди, говорят, я хочу, а вы говорите, нет, не отсюда. Тебе не надо. Пока. Да, есть, во-первых, мы устраиваем собеседование, прям реальное собеседование, когда человек приходит, и мы понимаем, что, ну, во-первых, либо он психологически не потянет, ну, это действительно, ты начинаешь видеть не только в работе, ты начинаешь и дома это видеть. Вот, либо, ну, вот, бывает такое, знаете, есть некоторые знания, вот мне никогда астрофизика не привьется, ну, вот, правда, я буду ее зубрить, учить, но вот ни за что никогда ее не изучу. Вот то же самое есть и с другими людьми, связанное, там, с человекочтением. Поэтому либо знания не привьются, результата просто не получится, а мы, нам грустно всегда, когда человек не научился ничему. И либо психологически не выдержит, либо начнет применять это не в анти-манипуляции, а в манипуляции, как обманывать, как, то есть, и вот это вообще самый печальный момент. Слушайте, там же как, а какие вот, есть гипертимные вот эти вот все фоны, а какие люди способны вот к этому обучению? Ну, смотрите, есть, ну, вообще с точки зрения типологии у нас 9 методик кладется на то, чтобы составить хотя бы психологический портрет. И в основе, да, есть такая, как оперативная психодиагностика, там по-разному она интерпретируется. Есть наслоение, есть то, что вам базово дано, как работает ваш мозг, а здесь и, давайте сложное слово, когнитивистика важна, и гормональный ваш уровень, и определенные моменты воспитания, то есть, кто вас воспитывал и как, чтобы приучали, какие шаблоны вам встраивали. То, что мы потом во взрослой жизни начинаем делать с собой, это тоже важно. И нет определенного типажа, вот прям нет. Мы тоже раньше думали, все просто. Ну да. Разделили население на несколько кучек, и этих учим, этих не учим. Нет, так не бывает, потому что, казалось бы, самые такие добродушные, эмоциональные люди, а вот им не прививается. Но что важно для того, чтобы привить эти навыки, это такое качество, сейчас очень модное слово, EQ, эмоциональный интеллект, эмпатия. Развит он или не развит. Да, эмоциональный интеллект, потому что если человек сухарь, ну вот прям сухарь, бывают такие, которые говорят, я думаю, что чувствую, вот им тяжеловато. Их можно научить, там, системе кодировки лица, вот помните, как в сериале, может быть, если кто смотрел «Обмани меня», на начальной заставке возникают цифры непонятные отсюда. Это кодировка лица, потому что каждому движению лицевому можно присвоить свой код. И в зависимости от того, какой код, можно узнать искренние эмоции или нет, даже в статике на фотографии. Давайте переберемся на небольшую песенку «Султан Ураган», «Понаехали», вот, и вернемся. «Понаехали на курсы». Анна Кулик в рубрике «Наука и технологии» у нас в гостях эксперт-профайлер, не буду тратить время на полное представление, в конце обязательно об этом скажем. Задаем мои вопросы относительно психологического, я даже не знаю, как это правильно, целиком тема. Ну, экспертиза. Экспертиза. Создание. Да. Есть вопрос, каратенечко, и продолжим наш разговор. А может, вы подскажете, какую надо читать литературу, чтобы хотя бы иметь минимум тех знаний, которые имеются у вас? Заранее спасибо. Подскажу. Вот так, прямо раз, два, три. Давайте так, если интересно с точки зрения мимики жестов, Десмонд Моррис, «Библия языка телодвижения», ни в коем случае не читайте Алана Пиза, пожалуйста. Да, это самое интересное. Дальше Джо Навара, и, ну, там несколько книг все можно, и Фрай, Олдерд Фрай, тоже можно почитать. И прям, если интересно про экспертизы и про различных нестандартных товарищей, особо жестоких, то можно почитать труды богомолов «Криминалистическая психология». Я хочу Танюшке, которая задавала вопрос, сказать, Танюшка, если вы вдруг не успели записать, а, скорее всего, вы не успели записать, видео нашего интервью с Анной появится очень скоро на YouTube-канале телерадиоканала «Страна.ФМ». И потом вы сможете пересмотреть, и все уже через паузу пометить. Скажите, Анна, вот мы уже просто говорили о том, что человек должен понимать, зачем ему эти знания нужны, да? А бывало так, что люди, которые у вас учились, жалели о том, что они вообще… Да. Все. Реально, то есть… У каждого специалиста есть свои скелеты в шкафу, да. Бывало, самый яркий, наверное, момент такой, я прям рассказываю, у меня аж мурашки, когда человек пришел и сказал, Ань, вытащи меня это из головы. Ужас. Я больше не могу, вытащи меня это из головы. А это вытаскивается? А-а-а, травма. В течение… Голова что? Лоботомеда. Конечно, если это перешло прям в навык, прям совсем в навык. Встроилось. Встроилось, когда к вам заходит человек, и вы уже вот… вы не хотите, а вы уже это делаете, то нужно не меньше трех лет заставить себя этого не делать, чтобы это вот разучиться. Уехать куда-то. Это то же самое, как с языком. Да, он шифтинг, вот это все. Да-да-да-да, сменить вообще полностью обстановку, и у нас были такие люди, которые прям настолько кардинально меняли свою сферу. Вот, но бывает. Это не так много, не так много таких людей, но поэтому мы и усилили вот эту вот оценку, а точно вам это… Ну да-да. А вы точно подумали. Чтобы выбор сознательный был. Конечно, конечно. Ну, не знаю, я… сколько книг вы мне рекомендовали, вы и ваши коллеги, я прочитала с огромным удовольствием, но я не могу сказать, что как-то поменялась моя жизнь сильно. Ты более-менее делаешь… то есть если на любительском уровне, как вы сейчас порекомендовали какие-то книги, мне кажется, лишним это не будет. Нет, лишним. Какая-то безопасность. Если не нужно связывать с профессиональной своей сферой это, то простых вот таких житейских книг, их огромное количество, там, я там, всем всегда спокойно, там, на сайтах у нас они все открыты, эти книги, да. Их можно скачать, их… мы вообще очень сами по себе, ребята, контактные. Анна, спасибо, у нас 10 секунд осталось. Да, эксперт-профайлер, полиграфолог, президент научно-исследовательского центра корпоративной безопасности Анна Кулик. Спасибо большое вам.